В ремонте телевизор Panasonic Ох как я люблю их Супер телевизоры Супер долгоиграющие Пусть японцы Смотрят Как мы любим их телевизоры Sound System Дом Дам Долгоиграющая игрушка Можете себе представить Это первая половина Насколько я помню 90-х Кто не знает Panasonic это фирма Мацушита Торговое название Panasonic Вон она там Маркировка кинескопа А59 Динамики смотрите какие Суперовые 8 Ом Ватность Не вижу Насколько они ватт Наверное вот Или 12 То есть у нас не только ремонт У нас почему-то перевернутый Смотрите Динамик Интересно Зачем У нас же не только ремонт У нас как бы экскурсия По старинной технике Как она пережила все эти годы Как она работала Работает по сегодняшний день Вот такая модель У Panasonic на радиаторах Всегда есть наклеечка TC-25V20R Какого же он года Смотрите какой он необычный Во-первых Смотрите где у него кнопка Ничего себе Вот Перед Передняя панель И толкатель Довольно необычно Редкое явление в телевизорах В усилителях низкой частоты Да Но в телевизорах Вот такой длинный толкатель На кнопочку Это вот в Panasonic Иногда бывает Так Смотрим дальше Какой же год Да Вот маркировка микросхем У Panasonic У Matsushita AN А процессоров MN Смотрите MN Так Год 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 А вот у Toshiba TA А то мне здесь Здесь сделали комментарий Что Toshiba Это TDA Нет TA Смотрите Как на им костях Шкурочка слезла В блоке питания Ну это ни о чем не говорит Они вполне нормальные Я не первый раз такое встречаю В Panasonic А конденсаторы хорошие Да Я вам все рассказываю Какие же симптомы А симптомы такие Что он то включается То не включается Светодиод впереди Загорается Смотрите Смотрите Как он лежит На платке Интересно И какой Фотоприемник Здесь А то привыкли Там к стекляшечке Трехвыводной Вот фотоприемник Вот это Вот фотоприемник И кстати На ту стекляшечку Вы его не замените Тут переделывать надо Если надо Если еще надо Так А вот А вот вам Статистика Ремонта Кто в теме Тот поймет Что это за Конденсаторы Заменены И что бывает В этих телевизорах Значит Светится красный Светодиод Вроде бы Попытка Морга Есть И включение И не включается А бывает Включится и работает По полдня И на следующий день Включится и работает Ну что это такое Где искать причину И вот Сегодня я приехал А он Работает Где Где Неисправность Ага Вот смотрите На тюнере Гнездо Когда-то Восстанавливали Ремонтировали Тюнер Ну перевернете Посмотрите Кому надо Усилитель Низкой Частоты Как раз Мне надо Снимать А солнышко Спряталось За облака Ёлки-палки Вот А вот И антенна За окном Польская Так Так Пластмассовый Каркас Мешает Мешает Нормально Смотреть Микросхемы Особенно Микросхемы Которые Участвуют В запуске Так вот В панасонике Нужно смотреть На вот эту Микросхему Которая Дает нам Сигнал запуска Срочной И кадровой Развертки Так назовем Это дело И здесь Есть Раковинки Вот Если присмотреться Не знаю Будет видео Показывать Вот Нижние выводы Смотрите Кольцевые Трещины Сейчас Фонарем Присвечу Видите И вот Когда я Ищу Неисправность Важно Менять Ракурс Освещения Когда вы Ведете Осмотр С одной Позиции Лампы Вы можете Не увидеть А с другой Позиции Лампы Можете Увидеть Плохие Контакты Поэтому Надо Лампу Крутить Смотрим Потом Обязательно Методика Предусматривает Посмотреть Пайки Которые Делали Другие Мастера Вот Где Меняли Конденсаторы Тоже Нужно Посмотреть Потом На ТДКС Но На ТДКС У Панасоников Просто Супер Пистоны Металлические Они И Температуру Хорошо Скажем Охлаждают Сам ТДКС Понимаете То есть Они Не Просто Как Улучшают Пайку Они Еще Являются Теплоотводом И Теплоотводом От Дорожек Потемнений Под ТДКС Нет Видите В некоторых Телевизорах Вот даже Темные Места В этой Зоне У Панасоника Нет Шикарно Сделано Идем Дальше Вот Очень Важный Вывод А Вот Вот И по-моему Наша Неисправность Смотрим Видите Кольцевая Трещина Очень Даже Может быть Вот Это Вам И есть Причина Не Включения Телевизора И Включения Схватывает Заработает Не Схватывает Не Заработает Видите Я уже Вам Показал Два Места Где Может Происходить Проблема Но Лучше Такой Телевизор Конечно Пропаять А вот Смотрите Тоже До меня Кто-то Телемастер Когда-то Ремонтировал Тоже Смотрите Выломал Пластмасс Там Мне сделали Тоже Один раз Замечание Ну Что Ты Мастер Выламываешь Там Вот Некрасиво Это же Телевизор Вот Выломано Тоже Ничего Страшного В этом Нет Так Так Вот После Устранения Такой Неисправности Конечно Лучше Прогон Я люблю Такие Телевизоры Когда Мне их Привозят И Я их Обязательно После Устранения Неисправности Ставлю На Несколько Часов В Работу А то И на Несколько Дней В зависимости От того Как Диагноз Определялся Как себя Телевизор Ввел До Поломки С Поломкой Это Это Важно Ну Либо Существует Все равно Шанс Приехать Вам Обратно На Этот Ремонт А Не Хочется Далеко Поэтому Надо Очень Тщательно Сейчас Все Осмотреть Еще Кроме Кроме Того Что Я Вам Звук Еще Дальше Что У Нас Интересно Медные Радиаторы Это Я Уже Красивые Смотрите И Панасоник Никогда Не Жалел Железяки Кадровая Развертка Всегда Качественные Всегда Качественные Так Керамические Резисторы Входов Сколько В те Годы Серьезная Была Техника И Дорого Стоила Вот Этот Телевизор Это Порядка Штуки Баксов Тысяча Долларов А Фильтра Смотрите Какие На Входе Это Вам Не Китайские И Фунайские Акайские Телевизоры Видите Как У Панасоника Два Дросселя Каких Мощных Хороших Так А Вот Еще Хотел Показать Керамические Резисторы Вот Это Разрывные Это Защитные Резисторы Если КЗ По Вторичным Цепям Блока Питания А Вот Это У Нас Вторичные Цепи Да Как Необычно Вот Первичные Вот Они Первичные Цепи Блока Питания Такой Вид Сверху Да Диодный Мост Накопительная Емкость А Что За Микросхема У Нас Я Подсмотрел Уже Микросхема У Нас СТР С 6708 То Есть Для Вот Этой Диагонали 6708 А Есть Еще 0.9 А Во Многих Телевизорах Меньшие Диагонали СТР С 6707 Так Вот Это Помощнее Да Для Большей Диагонали И Это Восьмерка И Девятка Они Меняют Семерку Кто Не знает Кому Еще Нужна Так Информация Так Ну Хватит Хватит А то Опять Скажут Что Я Много Не по Теме Разговариваю Да Хотя Мне Самому Интересно Рассмотреть Увидеть Что То Вот Порадоваться За Качественную Технику Мой Топорик Оп Оп Ну Где Допустим Прямо Оплывает Припой И Не Хочет К Ножки Цепляться Там Ножки Нужно Перезачищать Не Надо Там Намазывать Бестолково А Здесь Хорошо Расплывается Паечка Не Надо Никакой Паяльной Станции Никаких Этих Много Кстати Вот Много Смотрю Кольцевых Трещин На этой Микросхеме Деформация Оплаты В процессе Службы О Прямо Так Еле Держалась Ножка Соединилась Ничего Страшного Берете Нажало Канифольки И так Хоп И все Так что Без Канифоли Тоже Не Обходится А то Как Показывают Нужно Прямо Гламурные Паяльники С температурой Жала Там Индикатор Цифровой Да не нужно Надо Чувствовать Чувствовать Паяльник Это продолжение Вашей руки Ваших глаз Вашего мозга Вот А теперь Вот Ту Ножку Секретную ТДКС Если Обплывает Нормально То Нужно Если Обплывает То Нужно Зачищать Повторяюсь Ну и Конечно Много Таких Пайчик Которые Надо Поправить Особенно Заглянуть Все-таки На кадровую Развертку Посмотреть Ее Ножки Она Сильно Греется И Может В процессе Жизни Выпаиваться Вообще У Панасоников Может быть Такое И подокисление Деталей Ну что Самое главное Все Это Лечится Лечится В Панасонике И телевизор Подлежит Ремонту Хорошему Осмотру Хорошей Диагностики Очень Качественно Делалась Техника Так Хорошо ТПИ В Панасониках Запаяны Качественнее Некуда Тоже Там И пистоны Стоят Дублирующие Ну вот Конденсаторы Видите Как они Долепляли Интересно Вот Еще Это Все Заводское Вот Здесь И паучок Видно Жил Нашел Себе Место Или бабочка Какая-то Зимовала В телевизоре Фотоприемник С нижней стороны Смотрите Как все Экранировалось Как все Серьезно Было В те годы И металла Сколько Хочу Обратить Ваше Внимание Что Вот Те Вот Красивые Там Шлейфы Переходы С одной Платы На другую Да Сейчас Лампой Подсвечу Вон Они Гребеночки Внизу И выше Вот Тоже Плохие Контакты От Чего Они Могли Образоваться Если Этот Телевизор Уже Ремонтировался И Отстегивались Эти Шлейфики Вот Это Фактор Ухудшения Контактов А Если Много Раз Еще Более А Если Много Раз Отключали Подключали То Еще Больше Могли Расшатать Ну Соответственно И от Времени Так Что Вот Вот Вам Секретный Фарватер Вот Вам Еще Куда Нужно Будет Смотреть То же Самое Поправляем Паяем Ну И Наверное Я Все Не Охвачу Все Равно В Этом Ролике Куда Я Загляну Так Хорошо А Кинескоп 25 Дюймов То Очень Даже Неплохо И Лицо Очень Естественное Только Хотел Лицо Показать Но Сейчас Возьмут Крупный План И Мы С Вами Увидим Что Даже Морщинки На Лице Видно Но Естественно Кинескоп Со Временем Плывет Вот Смотрите Лицо Ну Даже У меня Красновато На камеру Идет И Какие Это Начинает Камера Круги Давать Там Там Нету Никаких Кругов Это Он Как Воспах Этот Мужик Весь Ну Хорошо Смотрите Уже Размазанность Где-то По углам Естественно Есть Естественно Есть Но Для Кинескопных Телевизоров Это Была И Норма Рассведение По углам Чем дальше От центра Экрана Могло быть Рассведение Расфокусировка И Зависело Даже От Кинескопа Какой Вам попался Кинескоп У Панасоника А то Что у него Еще есть И контрастность И яркость И насыщенность Так это Вот Сто Процентно Вот Смотрите 94 Года 24 Года Телевизор 24 Года Телевизор Вряд ли Какой-то Так называемый Плазменный Сейчас Выживет За Такое Количество Лет И он При хорошем Ремонте И Если вы Ищите Бэушный Телевизор Вот Я бы Обратил Ваше Внимание На Вот эти Панасоники У них Очень Заложен Большой Срок Службы Если вы Неприхотливый Человек Там Скажем Вам не нужно Там Какие-то Современные Вещи А просто Новости Смотрите Сериалы Замечательный Телевизор Звук Не буду Звук Не буду Включать Потому что Ютуб Эти ролики Очень Сканирует Насчет Звукового Сопровождения И потом Может Даже Не Монетизировать Чтоб Вы Знали Поэтому Я часто Звук Не Включаю На Телевизорах Вот Такой Вот Хороший Панасоник Спасибо За Внимание Кто Не Подписался Подписывайтесь Будет Много Разной Техники Не Только Телевизоры Я думаю Будет Интересно Спасибо За Внимание